Гусеницы, гусеницы, еще раз гусеницы. Рассмотрим еще один самопальный способ извращения и слепим гусеницы для домашнего мобильного робота. В процессе раздербаним ультрабазу 3D принтера и занятно проведем время, я надеюсь. Добро пожаловать на канал про гребаных роботов и приятного просмотра. Добрый день, ну или вечер, кому как повезет. Неожиданно для меня пролетел уже год создания канала. Роликов за это время было не то чтобы много, но я иду прямо по направлению к цели выпускать их как можно чаще. Честно-честно. Но все же упор больше стараюсь делать на качество, чем на количество. И с каждым новым роликом прокачиваюсь и стараюсь делать контент интереснее. Да ладно, не могло быть все настолько хреново. Для первого видео хотелось взять что-то. Блин. Ну ты видел, видел. Но это лирическое отступление. И пока пилится крупный проект. Кстати, те кто подписан на меня в телеге уже знают, что это будет большой призерный станок. Естественно, из говна и палок. А как иначе? Так вот, пока я его делаю, решил выпустить еще один внезапный видос. Будем делать гусеницы. Снова. Еще одним способом. Серьезно, с прошлого ролика про них прошел уже год. И я думаю можно. В этот раз у меня пара метров ремня ГРМ, который я затарил для фрезера. Признавайтесь, ведь каждый из причастных хотя бы раз думал, что из него можно сделать гусеницы. Для фрезера нужно около 7 метров, а в катушке 10. Соответственно, 3 метра можно пустить в расход. А теперь, собственно, главный вопрос. А хрен ли с ним делать? Первая, я думаю, приходящая всем на ум идея, это распечатать пластиковые звенья, которые будут держаться на его зубьях через некоторые равные промежутки. Идея-то здравая, спору нет. Но тут выползают две проблемы. Первая. Крепление звенья в кремню. Возиться с метизами на каждом звене, которых может быть от 20 до 50 на гусеницы, а гусеницы еще и две? Да ну нахер! Вторая проблема в том, что пластик, зараза такая, имеет свойство скользить по большинству бытовых поверхностей. И если робот будет ездить не по ковру, то смысла от таких гусениц мало. Надо прорезинивать или думать что-нибудь еще. Ну, на самом деле, обе проблемы быстро испарились после похода в Хозмаг, где я увидел искра, буря, уплотительные кольца. Первый их плюс в том, что они резиновые. А второй в том, что ими можно стянуть звено. Осталось найти только нужный диаметр. А вот тут неожиданные проблемы. Может я плохо искал, но не так много тех, кто продает их рассыпухой от 100 штук и более. А если покупать в розницу, то от цены глаза на лоб полезут. Так что советую затариваться ими на Алике. Там за цену в полшавухи можно набрать колец столько, что в них можно будет купаться. Но ждать месяц мне не втерпешь, поэтому свои я затарил на Азоне. Внешний диаметр у них 10 мм, внутренний 6 мм, а толщина примерно 2 мм. Так вот, идея в чем. Берем кольца и стягиваем ими звено с двух сторон от ремня. В звеньях, естественно, должны быть канавки, иначе кольца сползут. Хоп, и крепежа не надо. Монтаж быстрый и все сразу прорезинено. Можно также увеличить количество колец до 4, да и вообще чем их больше, тем лучше. Звено держаться будет крепче, а площадь контакта с землей будет больше. Но есть еще одно но. Под нагрузкой одно из полупопий звена смещается, что так себе. Пораскинув остатками мозга, решил сделать из звена детальки лего. Добавил шип и паз. Теперь сидит вообще намертво. В каде примерно прикидываем, как будут выглядеть гусеницы и сколько звеньев на них будет. Тут же проектируем тестовую тележку. Печатаем звенья и остальные детали модели. Они, как обычно, будут выложены по ссылке в описании. Ну, а после печати произошло неожиданное. Решил, значит, я попробовать новый пластик. И деталь отошла вместе с куском ультрабазы. Причем усилий больших я не прикладывал. Ну, по крайней мере, в этот раз. Минус ультрабаза, сказал бы я, если бы это был не я. Пока не сдохнет вся, хрен я ее поменяю. На выходе печати получаем кучу звеньев. В моей конфигурации 22 звена на гусеницу и 44 звена в общем. Дальше нужно подчикать ремень. Нужно по два куска длиной 440 мм на одну гусеницу. А резать лучше с небольшим запасом. Как фарш взад не провернешь, так и ремень обратно хрен пришьешь. Теперь вот это вот все нужно присобачить вот к этому. И если вы не конченный мазохест, то советую использовать шаблон. При помощи него будет легче соединять зрение через равные промежутки. В моем случае это 2 см. Соединять ремни решил попробовать в последнем звене. И подумал, что сойдет. Какую-то нагрузку держит, а в случае чего можно будет бахнуть клея. После сборки первой гусеницы нужно собрать и вторую. И теперь у вас 2 гусеницы, которые нужно на чем-то проверить. А значит нужна тестовая тележка. В качестве базы опять используем 6-мм фанерку. Так как отверстий будет много, решил напечатать разметку. Приклеиваю ее к фанере и накерниваю по ней отверстие. После чего сверлил и отпиливаю. Вуаля! Хотя еще нужно обработать. Вот теперь готово. Для того же фрезерного станка была заказана куча подшипников с внутренним диаметром 8 мм. И запас там тоже приличный. Поэтому можно тяпнуть пару штук для колес. Подшипники вставляются в держатели, которые прикручиваются к базе. С одной из сторон также прикручиваются держатели моторов с моторами. А с другой натяжители гусениц. Сами колеса держатся на болтах М8 на 60 и прижимаются к подшипнику с двух сторон через дистанционные шайбы. Диаметр колес, кстати, подбирается так, чтобы длина дуги от звена до звена также равнялась двум сантиметрам. Думаю, с формулой длины дуги со школы все знакомы. Для компактности крутящий момент было решено переносить через зубчатую передачу. Поскольку диаметры зубчатых колес одинаковы, то редукции тут нет. Но если она нужна, их можно заменить. Надеваем гусеницы на колеса и подтягиваем их при помощи натяжителей. Тут еще косяк. Не учел, что гусеницы вообще не растягиваются. Поэтому длины хода натяжителей не хватает. Стоило сделать пропил в фанере еще на пару сантиметров больше. Но я уже переделывать не буду, поэтому напяли гусеницы в разборном состоянии. Ну и подтягиваем их. Паяем моторы, вклеиваем и подключаем электронику. Все то же самое, что вы кучу раз видели в прошлых моих видео. Тут даже начинка практически идентична прошлой гусеничной телеге. Ведь для проверки платформы руль особо не играет, чем она будет рулиться. Поэтому код также можно взять из прошлого проекта. Включаем и поехали. В целом платформа рабочая. Единственное, меня смущает, дикий люфт колес. Вообще, хотел сделать одноподшипниковые узлы. И хотя подшипники и обошлись мне по 12 рублей за штуку, люфтят они, конечно... Что, естественно, на длинном валу уже критично. По факту, хорошо бы поставить еще по одному подшипнику. Да, так и сделаем. Для меня это пару лишних часов работы. А для вас вообще один щелчок. В общем, чтобы все не переделывать, решил просто немного поменять держатель. Подшипники ставятся в них в распор через втулку. Плюсом поменял размеры дистанционных шайб. В остальном ничего не изменилось, а люфт исчез. Так-то лучше. Главное только пальцы в гусеницы не пихать, а то больно будет. Ну что же. Очередная гусеничная платформа готова и работает. Она, конечно, больше похожа на цепь, но да хрен с ним. Думаю, стоит сделать это сезонной традицией. Каждый год выпускать еще один новый способ изготовления гусениц. Но в остальном, до встречи. Ждите следующий проект. Надеюсь, он скоро будет. Продолжение следует... Продолжение следует...